Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Итак, познакомились с мужчиной по делам бизнеса. Пишите вы, мы из ранних городов. У нас был общий фундамент для общения бизнеса. Он разведен. А если мужчина разведет, значит у него определенно есть какие-то проблемы в отношениях. Либо после развода у него травма, либо, соответственно, есть что-то еще. Потому что развод свидетельствует о том, что человек допускает некоторые ошибки в отношениях. И далеко не всегда человек эти ошибки оснает и исправляет. Общались после встречи дистанционно. С какой целью, по какому поводу, по ППМ была еще встреча по делам пересеклись. Сложились глубокие отношения в эмоциональном плане. Здесь не совсем понятно, что вы имеете в виду. То есть, у вас за две личных встречи и дистанционное общение сложились глубокие отношения в эмоциональном плане. Но как конкретно это проявлялось? Что вы и что он понимаете под этим? Далее, развитие дошло в тупик. Опять же, что это значит? Вы пишете об еще подробности Андрея. Очень мы хотели узнать эти подробности. Потому что, чем больше подробностей, тем больше наш шанс дать вам адекватные рекомендации. Создается разговор. Мужчина сказал, что та духовная связь, та близость, которая присутствует в нашем общении, пределы его мечтаний. Так, а разговор, это по чьей инициативе. Создается. Мужчина сказал, что, значит, пределы его мечтаний. Совершенно очевидны, что человек вас идеализирует. То есть, он вас и идеализирует, возвышает. Значит так. Это пределы его мечтаний. То, к чему он стремился, это даст нам связь, который хотел бы видеть со своей потенциальной супругой. Есть подозрение, что со своей женой он отношения не завершил еще до конца. Сказал, что есть сокровище, что все во мне есть, что несколько разы на вас с вопросом, что его обо мне не устраивает и раздражает ничего, но он меня не любит. Скорее, он не позволяет себе вас любить. Вот, соответственно, полюбит. Он обязательно это, скорее всего, испортит, как он думает. И он считает, что он не достоин, как бы, счастья. Он считает, что он не достоин быть, собственно говоря, счастливым. Дальше. Это он сказал на вопрос, почему он не прилетает. Не прилетает куда, не прилетает откуда, почему он должен прилетать, непонятно. Далее исследовал подробный рассказ, что дело не во мне, что его сердце закрыто. В общем, я знал это уже до разговора. Просто хотел, чтобы он озвучил. Для чего, если вы это знали? Кроме того, разговор о том, что его сердце закрыто, больше напоминает бессознательное напивание сыны мужчину. Потом он сказал, что поймет, если я решу прекратить общение. Но при этом он бросит вас ему писать, как ни в чем не бывало. Проговорить. Сказал мне, что ни одна женщина не давала ему столько, сколько я, что в его жизни, в принципе, не было такой женщины, которая была бы так, как со мной. Ну, вы знаете, здесь прямо очень сильно выращаются его сравнительные нотки. То есть мужчина вас сравнивает. Значит, он сравнивает вас с другими. И вас он, скорее всего, тоже будет сравнивать. Постарайтесь, что вы нас тут увидите. Человек делает вам комплимент, но он сравнивает вас. А если он сравнивает, значит, обесценивает. Потому что побудет он с вами какое-то время, вы ему приедитесь, он ценности вас видит будет меньше, он опять будет вас сравнивать и кто-то другая опять выиграет в сравнении. Так что тут вот, ну, как бы, обратите на это внимание. Что если бы мы были в одном городе, встретились бы несколько раз, а потом бы говорили-говорили. Не очень понятно, в каком контексте встретились, говорили-говорили. Это вообще поставило меня в тупик, так как интимная сторона общения была фееричной, он сам реально сходил с ума. А когда у вас начался секс? Какое у вас обоих восприятие секса, непонятно. Просто сначала была невменяемая страсть, а потом стала все развиваться в сторону духовно-интеллектуального общения. То есть человек начал вас идеализировать, и чем больше он вас идеализировал, тем меньше у него пропадало к вам сексуальное желание. Это может быть проблема как с новым мужчиной, что как бы вот погружение во внутренний мир человека преуменьшает либидо. Это может быть и развитие того нового чувства, которое он себе запрещает и считает себя недостойным его. Для него стало открытием в определенный момент. Да, такого он не ожидал. Помогите разобраться, как так было. Может быть очень легко, если человек боится близости и не уверен в себе, подавляет свои чувства. Мы искренне друг другом, никто не юлит и называет вещи своими именами. Он очень уважительно относится даже и возвышенно. Опять же идеализация. Да, идеализация всегда идет де-идеализация. Ну вот его не люблю. В купе с пониманием всей близости в душевной привязанности меня сбилось толку. А почему? Любовь это одно, а понимание близости и привязанности совсем другое. К любви это не имеет отношения. Он просит, чтобы я ему так же писал, как раньше. Как я могу делать, как раньше, если я этот разговор поделил на до и после для вас? Так давайте разберемся аноним. Что именно произошло у вас? Дальше я вижу, как он одинок, сколько у него страхов и сомнений. Ну это уже вы начинаете его жалеть. То есть поступаете в неравные отношения с ним. Возвращаете себя над ним. Он прячется за свою позитивность, за то, что надо наслаждаться жизнью и так далее. Копняш поглубже, такой ранимый. Возможно, но опять же это то, как вы видите его. Не факт, что это есть на самом деле. То есть есть очень важный данный аспект понимать. И все-таки будет лучше, если вы постараетесь видеть человека таким, какой он есть. А не таким, каким он видится вам. Объясните, пожалуйста, чем руководствуется такой человек. Сраком лидности, попыткой себя защитить от боли. Ведь все, что он сказал, взаимно исключающее понятие. Для вас, но не для него. Опять же. Если с вашей стороны есть любовь, то я полагаю, что вам эти взаимнослежащие понятия нужно будет принять. Потому что они и есть ваш мужчина. И тогда, возможно, у вас появится шанс на сохранение отношений. Если вы отойдете от своего восприятия отношений, от своего понимания отношений. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok